Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в магазине Squirtboard Shop, который находится в Москве на станции метро Таганская. Приходите в гости, потому что здесь круто. Начнем обзор с такой небольшой байки. Говорят, что даже если разрушить скейт-парк, все равно на его место какое-то время будут продолжать приходить старые, уже такие, ну, немножечко увечные и немножечко такие седые скейтеры, которые будут о чем-то бубнить и все время вспоминать, что а вот Fallen нормальный бренд. Сегодня, друзья, обзор новинок бренда Fallen. Сегодня специально не будем рассказывать про историю этого бренда, не будем рассказывать там, ой, вот здесь такие цвета, вот здесь такие цвета. Чисто расскажем про новинки, которые есть для нового сезона, потому что все про этот бренд знают, все его любят, поэтому давайте без лишних слов поехали. Начнем с бренда, начнем с модели, которая представлена достаточно широко в этом сезоне, и это модель Patriot. Первая модель вариации, которая здесь есть, сразу стоит обратить внимание на вот эту вот липучку, которая у нас для дополнительной фиксации голеностопа имеется. Не знаю, насколько, кстати, она действенная, многие говорят, что она помогает. Хотелось бы вашу комментарию услышать, помогает ли она или нет. Кожа здесь на ощупь вам может показаться странной, и это вполне понятно, потому что это из линейки веганской обуви, то есть это у нас эко-кожа, это у нас кожа и вообще вся модель кроссовок, которые были сделаны, не причиняя вреда животным, черного цвета. Да, стелька у нас тоже Full Impact классическая для катания. В общем, такие очень скромные, очень аккуратные, очень интересные, добротные кеды. Другая вариация Patriot, которая у нас есть, тоже с капсулом. Вот она у нас. Не каноничного черного цвета, такого вот ухода в бордо. Капсул, замша, приятная замша, очень такая хорошая. Ну, стандартные шнурки по стельке. Тоже известная всем вам стелька Impact Zone, которая очень хорошо справляется со своими задачами. Кроме замша, кстати, есть вот с внутренней стороны вставка небольшая уже из канваса плотного. Ну, в принципе, плотные, добротные кеды для скейтбордического катания. И еще третья вариация этой модели, которая есть в новом сезоне. И это модель уже на вулканизированной резине. То есть модель, которая называется у нас, идет с суффиксом вулк, черного цвета. Здесь у нас есть кожа, кожа уже такая помягче. Часть из баллистического нейлона, который считается достаточно таким плотным вариантом, как раз для того, чтобы кататься, исполнять труки. Ну, не знаю, насчет вулканизированных моделей, кому-то это нравится, кому-то это нет. Я думаю, что здесь как раз вот очень интересный такой вариант есть, что если вам эта модель понравилась, вы можете себе выбрать различные варианты ее исполнения. Пардон. Как на капсуле, так и вулканизированный вариант. Еще, кстати, одна модель с вулканизацией. Новая модель под названием Феникс. Здесь мы тоже видим с одной стороны в части пятки и с передней части у нас замша. Замша такая, ну, достаточно приятного цвета. Здесь что-то похожее на ненастоящую кожу, как ее еще можно назвать. И язычок из канваса. Язычок такой аккуратненький. Ну, в принципе, такая очень спокойная, очень такая модель, которая, в принципе, я думаю, что отсылается к каким-то таким совсем классическим скейтбордическим кедом. Очень интересный классический спокойный вариант, который, думаю, тоже можно брать не только для катания, но и для прогулок. Еще две модели. Одна модель, без которой, наверное, никакая коллекция новой Фолана не обходится. Это модель под названием Труппер, именная модель Крис Колла, про которую мы уже рассказывали. Здесь она тоже у нас сделана на капсуле. Здесь видно, что модель именная, модель с большим количеством деталей. Тоже обратите внимание на шнуровку. Если взять, например, тот же самый Труппер или Феникс, про которых мы говорили, где шнуровка такая достаточно простая у нас здесь есть, ну, без каких-то особых, не побоюсь этого слова, изысков, то если брать модель Криса Колла, то здесь мы уже видим, что у нас шнуровочка идет такая посерьезнее. Это и усиленная часть в начале, и вот здесь вот она вот так пропускается. И тоже для усиления у нас вверху вот такие истории есть. Замша спереди, замша сзади, логотипы. Здесь тоже специальное нанесение, я думаю, для того, чтобы более такая уже живучая модель для тех, кто любит трюки была. В общем, ну, тоже такая хорошая, рабочая, надежная лошадка для тех, кто любит кататься. И еще одна модель, которая мне понравилась больше, ну, как человеку, который от скейта далек, но которая чисто эстетически для меня произвела большое впечатление. А вам, я думаю, понравится, наверное, и своими еще и качествами как раз боевыми. То есть модель под названием Бомбер. Модель, у которой есть прям такая внешняя отсылка действительно каким-то к бомбардировщикам. Это вот такая вот похожая на боевую милитари раскраску здесь, С-03 и рисунок бомбера на стельке. Плюс сама модель тоже такая очень интересная, боевая. Замша спереди, замша у нас сзади усиливает тоже пяточку. И канвас сбоку. Что интересно еще, что шнуровка тоже достаточно интересно сделана. Если мы берем другие модели, про которых мы сегодня говорили, то вот только на части из них есть металлические люверсы. Здесь они тоже присутствуют. Соответственно, я думаю, что шнуровать ее будет достаточно интересно. Касательно самой стельки. Стелька тоже тот же самый Impact Foam. Хотя на ней это и не написано. И последний момент, про который хочется сказать, когда мы говорим про вот эти кроссовки, это прошитая подошва. То есть тот самый момент, который дает, как правило, еще несколько бонусов к их долговечности. Поэтому обратите внимание на эти кроссовки. Вообще, честно скажу, что смотришь на них, видишь, что детальки сделаны очень и очень добротно. И последняя модель, про которую хочется сегодня рассказать, это профессиональная модель, про модель господина Тони Сервантеса, которая выглядит вот так вот. Честно скажу, что, с одной стороны, эстетически есть определенные вопросы к этой модели. Ну, действительно, может показаться, что паренек в конверах случайно уронил кроссовок частично в белую краску. А с другой стороны, если смотреть, то это действительно про модель, в которой удобно, скорее всего, будет кататься. Это у нас вулканическая подошва. Это у нас тоже усиленная передняя часть вот этой вот резиной. Это у нас тоже усиленная здесь задник этой подошвы. Металлические люверсы, черно-белые исполнения. Подпись господина Сервантеса, тоже его имя на стельке. И стелька тоже у нас Impact Fall. Вот такой вот небольшой дайджест по новой коллекции Fallen, которая есть в магазине. Специально не говорили долго там про тех, кто в этом катает. Даже я думаю, что про господина Сервантеса, как-то может отдельный тоже обзорчик скинем. Но в этот раз просто хотелось рассказать, что моделей новых Fallen много. Модели есть действительно на разные стили катания, на разные моменты, которые вам нравятся в кроссовках. Хотите вулканизированные, они есть. Хотите прошитую подошву, тоже есть такие модели. Хотите капсул, тоже присутствуют. Поэтому, друзья, занимайтесь скейтбордическим катанием. И, конечно же, приходите сюда и на сайт магазина Squad. Всегда вам рады. И напишите в комментариях, о чем вы еще хотели, чтобы мы рассказали.